Девушки отдыхают Еще и детей в это вплела Просто бабы в большинстве своем дуры Верят извинениям Видимо у женщин, которые вляпываются В такие отношения, мышление Жертвы Стоп, ребята, я не могу это произносить Это неорганично Эти реплики, это клише Это, Володя, реальные комментарии Под новостями о домашнем насилии Мужчины в России избивают, калечат И убивают женщин Ну ты хочешь сказать, что так реальные люди говорят? Да, абсолютно реальные люди пишут такие комментарии В интернете И вот это насилие, о котором я говорю Оно сопровождает женщину в течение всей жизни Оно буквально везде На выписке из роддома нянечки просят взятку 300 рублей за новорожденную девочку И 500 за мальчика Да, девочки стоят дешевле В российском городе Магасе Прямо сейчас, в 2020 году Предоставляют услугу женского обрезания Маленьким девочкам отрезают часть клитора Начальники в России Домогаются подчиненных женщин Но управу на них найти невозможно Потому что наказания за харассмент в законах нет Каждая пятая женщина в вашем окружении Пережила сексуальное насилие в детстве В интернете женщины называют бесполезными шкурами А в телешоу сравнивают их с обезьянами Только 10% российских женщин, которых изнасиловали Обращаются в полицию, потому что не верят в то, что им помогут Почему мы сделали этот сериал? Потому что мы решили, что хватит об этом молчать Хватит делать вид, что все в порядке Хватит относиться к женщинам, как ко второму сорту Это Владимир Мишуков Владимир – актер и успешный фотограф Вот он в роли токсичного мачо из сериала «Содержанки» А это он же в женском белье и макияже В фотопроекте «Биполяр-гротеск» Владимир был со своей женой на родах все четыре раза А одного из детей даже принял сам Он умеет собирать и разбирать автомат Но не стесняется публично поддерживать феминизм В этой студии Владимир узнает много нового О насилии над женщинами в России Это Настя Красильникова Она журналистка и фемактивистка И это самый сложный проект в ее жизни Он начался с объявления Настя попросила подписчиться в его телеграм-канал И рассказать о насилии, которое им пришлось пережить И в ответ получила несколько сотен писем Эти истории нужно было проверить Часто это слово против слова И уговорить героиня рассказать об этом опыте публично И не свалиться ни в пропаганду, ни в депрессию Ты как карантин провел? Карантин провел как космонавт на орбитальной станции Ты был один? В основном, да И как раз я тебе скажу Я думал неоднократно о том Что вот если бы я сейчас Вот это время в карантине Жил бы с кем-то Честно говоря, я понимал, что Это было бы гораздо труднее, чем жить одному Одному непросто Но долго пребывать с кем-то в одном Вот этом изолированном пространстве По-моему, это очень сложно Стресс, да, от новых условий В которых мы все оказались И вот концентрация людей в маленьких пространствах Я вот это на себе очень хорошо почувствовала Что у меня одновременно Ребенок, собака, муж Работа, которой ничуть не стало меньше Как ты ставишь их всех в один ряд? Молодец Конечно И при этом еще и огромный стресс от пандемии И я поняла, что уровень агрессии Моей собственной Я это почувствовала Он растет И проблема домашнего насилия Стала гораздо более серьезной В 2020 году Потому что случился карантин Люди засели друг с другом в квартирах И стали гораздо более агрессивными Это серия про домашнее насилие У нас несколько героинь И один герой Будут нам рассказывать Как такие ситуации происходят Как в них люди попадают И что с этим дальше бывает Давай смотреть Давай Познакомила их его подруга Пришли они в салон Поначалу, естественно, он был такой Мужчина хороший Такой он Сам по себе Он красивый, симпатичный Здоровый такой Мужичок Самое первое впечатление Роме было Что такого адекватного парня У Кати еще никогда не было Это был, можно сказать Интеллигентный парень Он очень вежливо И культурно со всеми общался Мы прям были немножко в шоке Типа Лау, Катя Такой прекрасный молодой человек У нас был одинаковый взгляд на жизнь И активный подход к этой жизни Мы не сидели на месте никогда Мы любили компании шумные Родителями мы тоже были Такими смотрящими в одну сторону И первая наша дочка Старшая Алиса Она была таким запланированным Долгожданным ребенком Он был вовлеченным Прекрасным, замечательным отцом У меня просто снесло крышу Я думала, что я встретила человека Который вот один во всей вселенной Предназначен для меня Мне казалось, что он меня очень понимает И с моей дочкой он начал общаться Очень тепло У нас дочка от первого брака В общем, недолго он за мной ухаживал Я быстро согласилась И переехала к нему Я очень быстро забеременела И он был так рад И тоже было много разговоров о том Что это судьба И до свадьбы вообще не было Ну, не было мысли о том Что что-то может пойти настолько не так Он постарался ее Закрыть от всех От друзей От своих родственников Они все удивлялись Что такого с Яной случилось Я говорю, ну, не знаю я Я говорю, что такое Она сама и мне перестала звонить Ей боится, что я позвоню Вот Бачков спит Я не могу разговаривать Я говорю, ну, как так-то? Ты что? Что он тебе вообще? Кто он? Даже не муж И он ее, в общем, как она сказала Сломал Сломал как человека, говорит Меня вообще Я даже и не знаю Что сейчас мне делать Настал момент Когда я попала В абсолютную Полную, тотальную зависимость До Нездорового отношения к этому Но это все произошло Не в один день Это все очень незаметно Постепенно По крошечному шагу По маленькой капле В нашу жизнь проникало И просачивалось К тому моменту Когда у нас уже родилась Вторая дочь А у меня не было уже Ничего своего То есть у меня не было Собственного счета Там, банки Во всех моих расходах Женя капала смс Динь, динь В какой-то момент Этот контроль, да Который выдается за заботу Он становится таким абсолютно Он обволакивает тебя целиком И ты обнаруживаешь Что ты без участия партнера Уже ничего не можешь сама А кто придумал вообще Вот эту историю Про слабый и сильный пол Понятия не имею Ты считаешь, что мужчина Это сильный пол? Нет Ты считаешь, что мужчина Слабый пол? Нет, я считаю, что это вообще Неправильная категория И не нужно ими оперировать Я не верю, что бывает Слабый и сильный пол Но большинство женщин Ты спросишь Они апеллируют Такому понятию Ну ты же мужчина Ну ты же должен И в какой-то момент Как бы сказать Мужчина тоже попадает В зависимость Некоторые попадают Вот в эти обстоятельства Из-за чувства ответственности Нету традиции И ты не знаешь На что опираться И ты начинаешь Как бы из каких-то Сторонних источников В том числе Из религиозных Получать какую-то информацию Как надо И ты думаешь Ну а значит Я как бы ответственный Я главный Я буду стоять У штурвала И рулить А она будет Заниматься хозяйством Возможно Сейчас Мы находимся На такой Как бы сказать На Период Тектонического сдвига Где действительно Вот я смотрю на тебя И я понимаю Что Ты в состоянии Жить Одна Но без мужчины Обойдешься в этой жизни Ну По-любому Ты выживешь Но на протяжении Большого количества Лет На земле Женщина Она не выживала Просто физически Не выживала Если она Не прилипалась к мужчине И видимо оттуда Все это Как бы Из первобытного Общества Ведется до сих пор У Кати были Длинные волосы Длинные Красивые Рыжие волосы И когда она Открыла мне дверь У нее волосы Были отрезаны Вот так по уши Она сказала Что ее постриг Рома Причем Я у нее спросила Ты сама этого хотела Она сказала Что я хотела Отрезать волосы По плечи Но Он не дал мне денег На парикмахерскую Сказал Что сделает это сам И Отрезал ей волосы По уши Он не выпускал ее Из дома Периодически То есть Запирал дверь Снаружи Забирал с собой Ключи И с каждым днем Становилось Все хуже и хуже Каждый раз Как бы Ощущение такое Что вот-вот Ударит Мы были в компании Общие на отдыхе И из этой поездки Мы вернулись Беременные Третьего ребенка Мы планируем отпуск На начало января Всей семьей На машинах Собираемся Поехать в Австрию И у меня Начинается кровотечение Завозим меня В роддом Выясняется Что там уже Замершая беременность И Делают чистку И по сути Там Отойдя От наркоза После операции Заказываю билеты В Мюнхен Ну там На второй день Меня сшибает Там В узком месте Очень Сноубордист В общем Женя везет меня В эту больницу Я там С этой Развернутой Назад коленкой Больно Тоже страшно И неделю назад Выкидываешь Так на минуту Чеков И Заня говорит Ну ты же понимаешь Что Ты сама себе Все это устроила Вот Своими вот этими Истериками И эмоциональным Нагнетанием Ты это сама Себе организовала Ты это понимаешь? Первый раз Жестокость Жестокость появилась Примерно Через месяц После свадьбы Да Я уже была беременна И он стал Ну знаете Там в какой-то момент Может схватить Сильно Что остаются Вот там Синяки такие На руке Там От пальцев Вот Или Во время ссоры Там начать Выгонять из дома Меня и дочку Несмотря на то Что время Там ночь Или там Пощечины Подзатыльники Или вот Толкнуть сильно И ты как бы Ударяешься там Головой о стену Но он как бы Фактически Получается Не виноват Ведь он просто Толкнул А то что ты там О стену ударилась Просто так получилось Поднял он на нее руку В первый раз На ее день рождения Она собиралась Праздновать день рождения Со мной И с моими друзьями Об этом ему сказала И он за это Ее ударил У нее на лице Была шишка И синяк Все было По нарастающей По нарастающей И в итоге Я родила Недоношенного ребенка На 33 неделе От стресса И как-то был случай Что мы поссорились Утром Он сказал Что я могу Собирать свои вещи И проваливать Я стала собирать вещи Он стал меня кричать Мы поругались И он меня поднял За шею И понес по коридору Это был первый раз Когда он меня избил До потери сознания То есть вот Пока ребенок лежал в реанимации Утром Я начала собираться На работу И появился он тут И прям с порога Он ее ударил В общем Такой огромный фингал У нее И она сразу Мне позвонила Говорит Папа забери меня А то он меня тут убьет Говорит Она тут прожила У нас Наверное Дня три Наверное И потом уехала Она в Сочи К своей подруге Говорит Я уеду И больше не буду С ним общаться Так В общем поговорили А потом В какой-то момент Мы узнали Что она уже приехала Что она с ним В театр ходила В общем Простила Скажем так Потом Позвонила Когда кота Он ее убил А он его не любил Кот вообще Не взлюбил Сразу Пришел Он ему нагадил Значит в ботинке Вот И он его Сначала об стенку Потом Несколько раз ударил И друзья Подруги ее Говорят Ну если так случилось Если он твоего Кота Этого любимого Убил Что ты Зачем он тебе нужен Это уже видно Что это не человек Это Он и тебя Может убить Ну и она Начала Последнее время Он меня убьет Он меня убьет Точно он меня убьет С каждым разом Побои становились Все жестче И жестче Второй раз Он меня избил До потери сознания Примерно Через полгода После этого эпизода Вот Как психологи Пишут в книжках Вот прям Все точно так же И было Вот круг абьюза Сначала Все прекрасно Мы ходим Вместе Там В кафе Встречаемся с друзьями Он читает Детям книжки Потом Нарастает напряжение И я уже хожу по дому Такая Скажем так Пользуясь вот этой внешней Маскулинностью Обижать Слабого человека Где ты А приори Ничем не рискуешь По-моему Это подлость Это как бы сказать Это не обсуждается Совместная жизнь Непроста Когда Двум совершенно разным людям Нужно соединяться По всем вопросам Люди ссорятся Ты хочешь сказать Что ты никогда Со своим мужем не ссорилась? Я постоянно ссорюсь Со своим мужем Вы же на равных Существуете По большому счету Да Ну как бы Понимаешь Или ты помнишь Все время о том Что он может тебя ударить Нет Разумеется Но я вспоминаю Когда он менял Я тебе скажу Что я например В силу своей эмоциональности Я Орал Гневался Это Ну ты понимаешь Как природа конфликта Это Разные отношения К одному и тому же Но Хоть один раз Мужчина ударил женщину Надо нахуй уходить Просто Если так просто говорить Просто сразу Люди Которые пишут комментарии Почему же она не ушла Они не учитывают Того факта Что большая часть убийств Фемицид Так называемый Убийство женщин Они происходят После того Как она ушла Вспомните Маргариту Грачеву Который муж Отрубил кисти рук Он сделал это Уже после того Как она подала на развод Или убийство Натальи Чернышовой В Новосибирске Сожитель избивал ее Полгода А когда она Наконец от него ушла Он выследил И убил ее Наталья была На восьмом месяце Беременности Гульнару Галимову Мать троих детей Муж убил сразу После того Как она сказала ему Что уходит от него Задушил бельевой веревкой Просто так Взять и уйти Невозможно Когда ты решаешь Уйти от тирана Ты рискуешь Очень сильно Ты рискуешь Буквально жизнью Я сообщила ему Что да Мы не можем В одном пространстве Больше жить и существовать Нам нужно разводиться Тут я Ну как бы Просто вступила В войну И вот 19 октября Слышишь В замке Зашуршало И передо мной Стоит Женя Вышла к нему В коридор Дверь за собой Закрыла И начинаю объяснять Что Вообще-то Как бы Очень Очень это странно И При детях Мы не будем обсуждать Что происходит И тут вот Он разъярился Он взбесился Вот так Накинулся на меня С этим вот И вырывает у меня Из рук телефон Что приятно Он там В стенку отлетает Я уже никуда Не позвонить Ничего делать Не могу И он дверь в квартиру Как бы Открывает у меня За спиной И я Встаю между Дверью И телефона У меня нет И я ребенку Кричу Алиса Вызывай полицию И вот Он меня вот Потряс Вот так вот Полицию Откинул И побежал На кухню Туда к ним И я И они орут Вот прям вот Визжат Как поросятки Вот прям вот От ужаса орут Женя подлетает К ним Хватает ее за этот телефон И начинает телефон Ее из рук Выдирать Я потом еще Поняла Что там Ну в принципе Вообще Вся рука Там И подмышка Все это было В кровоподтекло Ты ободрал Локоть Дочки Очень сильно Как ты думаешь Кто Что это за человек Муж Ирины О котором она говорит Который вот Оставляет на ней И на их общих детях Сидяки и кровоподтеки Кто он Ну Не производит впечатление Прям совсем Примитивного человека Потому что я посмотрел Там есть фотографии Есть какой-то Хотя Можно догадываться Я не знаю Это топ-менеджер Альфа Капитала Человек С очень большими связями Очень большой должностью И после того Как все вот это случилось Ирина написала Пост в Фейсбуке Да С подробным описанием Всего того Что между ними Происходило И с фотографиями После чего Компания Альфа Капитал Через несколько дней Уволила Этого Евгения С формулировкой Что мы не поддерживаем Насилие в семьях И в принципе Надо понять Что это Независимо От статуса От социального положения От возраста Национальности Чего угодно Этому подвержены все Это правда В той или иной степени Это как бы сказать Это почти как Коронавирус Или вообще какая-то Это болезнь Это может произойти Действительно Как коронавирус Мне тоже такая аналогия Приходила в голову Что он не выбирает И тут то же самое Домашнее насилие Как противостоять Как объяснить Людям Что вступая в брак У нас этой традиции До сих пор нету Понимаешь Вот этой традиции Что когда люди Соединяются Вместе Как бы в совместное Житье Бытие Они не только В горести В радости Такие красивые слова А просто должны понять Что они После этого Не начинают Иметь право Друг на друга Каждый остается Как бы сказать Самим собой Заключен На свою телесную оболочку Которая неприкосновенна Мы пришли С моего дня рождения Который отмечали У моих родителей Я оставила Дочь и сына И его в квартире А сама сказала Что я вынесу мусор Пустилась Поднялась А там Он отмывает От дочки Ванне Кровь А кровь У нее По лицу Размазана И я такая Что происходит И он сказал Что она просто Сильно плакала И прикусила Губу Вот Но я посмотрела На ее губы И они были Как бы обе Разбитые Верхние и нижние Естественно Мы стали Очень сильно ругаться Он полез на меня Драться И ударил Сильно шваброй Я написала Подруге Обо всем Происходящем И она мне сказала Настя Ты что С ума сошла Давай я тебя Вызову И полицию И скорую Все приедут Я наверное Минут 20 Думала Могу я на это Решиться Или нет Но в итоге Я сказала Ей свой адрес Она мне всех Вызвала И это было Так страшно Это было Начало Какой-то Сумасшедшей Войны Начались угрозы Он стал Требовать Чтобы я приехала К нему Поговорила Чтобы я приехала Забрала заявление Что он Меня выследит Что он Выследит Где мои дети Что он Разошлет Мои фотографии Интимные Нашим друзьям То есть Это была Очень страшная Ситуация И она все равно Смогла из нее Выкарабкаться Очередной момент Когда я испытываю Какое-то бескрайнее восхищение Потому что Она смогла доказать В суде Что он ее избивал И знаешь За счет чего Это получилось Это очень маленькая Но очень симптоматичная Деталь Ей удалось это доказать Что он ее избивал Потому что у нее были Аудиозаписи Их ссор Аудиозаписи Их ссор Были у нее Знаешь почему Потому что она их записывала Чтобы потом проанализировать В чем она была Неправа Понятно То есть она не специально Это делала Да Она Короче Послушаем Сложно слушать ее Идите вы нахуй С этим дерьмом Достаточно Знаешь что Да И Это было одно из Какого-то невероятного Количества сотрясений Мозыга Которые он ей Сделал В их браке И что еще удалось Сделать Насте Что тоже Честно говоря Всякий раз бывает Огромным квестом Это очень сложно Ей удалось лишить Его родительских прав Все-таки Да Мне написала Наша общая знакомая Сказала что Никто не может найти Катю Естественно Отпросилась с работы Полетела к ней Приехала Зашла в подъезд Подошла к ее двери Звоню на телефон Слышу что он внутри Что он играет внутри Но она не отвечает И слышу что Кричит кошка Был мой на тот момент Молодой человек Рядом Мы стали Обзванивать Полицию Приехал хозяин Открыл дверь Своим ключом Спасибо полицейскому Который зашел Раньше меня Он зашел на кухню Повернулся ко мне Сделал вот так И сказал Выйди Потом такой Нет погоди Вернись И скажи Это кто Ну это та подруга И я зашла И увидела Что Катя лежит на полу Ну собственно Несколько ножевых ранений В спину И перерезанное горло Кухонным ножом Что у нас государство Предпринимает Для того Чтобы женщины Которые оказались В таких отношениях Не были по крайней мере Убиты Что у нас Принимает государство Как у нас полиция Реагирует на вызовы По случаю Домашнего насилия В тот день Когда Яна Приехала домой За вещами После того Как она ушла От этого самого Андрея Он встретил ее У подъезда Она позвонила в полицию И попросила о помощи Сказала Тут человек Который меня неоднократно избивал Пожалуйста Приезжайте Защитите меня На вызов Приехала участковая Но она не стала Вмешиваться в конфликт И Яна Тоже имела привычку Записывать происходящее С ней на диктофон И она записала Этот разговор на диктофон Девушка Если что-то случится Вы выйдете Что начнет Убил А обязательно выйдем Труп попишем И в это время Выскочил Бачков этот Схватил ее За волосы Вытащил из машины И начал бить Скользко было Она упала Естественно И вот там Девять ударов смертельных Не говоря уж там Сломан позвоночник Основание черепа В общем Пробита голова Получилось так Что на следующий день Вот и 18-то она умерла Но это ужас кошмар И что с этим делать Давай обратимся К опыту стран В которых Такая проблема Когда-то была Но им удалось Как-то ее победить Или по крайней мере Взять под контроль Как ты понимаешь Россия Это одна из немногих стран В которой Нет закона О профилактике домашнего насилия У нас нету закона У нас нету закона О профилактике Или противодействии У нас вообще нет закона О домашнем насилии Потому что у нас нет домашнего насилия Потому что у нас нет домашнего насилия Совершенно верно Более того Побои в семье у нас декриминализованы Если ты помнишь Это означает Что первый раз Ты избить свою Условно жену Можешь безнаказанно Тебе ничего за это не будет Штраф назначат пять тысяч В этом законе Есть очень много Важных положений Которые реально спасли бы Я тебя уверяю Огромное количество жертв Вот этих юных Прекрасных девушек От смерти Володь Вот мне на самом деле Очень нравится То, что ты спрашиваешь у меня Что мы можем с этим сделать Потому что Когда мы узнаем Что у нас существует Закон проект О домашнем насилии С которым мы ничего сделать не можем Потому что Мы не принимаем таких решений Что остается нам Это великолепный вопрос И мне кажется Что наши героини Они на него В каком-то смысле Отвечают Давай послушаем За последние несколько месяцев Я узнала о том Вообще Сколько Таких историй Происходит Ежедневно Ежечасно В нашей стране Они идентичны Самое важное Не бояться Рассказать близким О том Что с тобой На самом деле происходит Надо бить тревогу А еще лучше Просто уходить Пока мы закрываем глаза На то Что наши соседи Там дерутся На то Что наши коллеги Бьют своих жен Пока мы закрываем На это глаза Все эти женщины Остаются наедине Со своей бедой Но это проблема Это проблема всех Это проблема Законодательная Государственная Это проблема Культуры Конечно же Потому что И действительно С этим нужно быть Внимательным Осторожным Потому что это бедствие Мы подлое общество Если мы себе позволяем Жить Вот в этой реальности Как ты думаешь Кто в России Помогает жертвам Домашнего насилия Все делают Некоммерческие организации Волонтеры Активисты На пожертвования Людей Которым не все равно Когда ты спрашиваешь Про то Что мы можем С этим сделать Вот Настя на это Хороший ответ дает Она говорит Что пока вы проходите Мимо Пока вы делаете вид Что у вас за стеной Этого не происходит Пока вы не вмешиваетесь Эти все женщины Остаются один на один Со своей бедой Даже вот эта стратегия Не проходить мимо Позвонить в полицию Сказать Что ты видишь Что происходит Она сама по себе Требует Довольно-таки Большой смелости Потому что Гораздо проще Мимо пройти И гораздо проще Делать вид Что ничего не происходит И это То крошечное То маленькое Что каждый из нас Может наверное Противопоставить Системе насилия В которой К сожалению Мы все живем Ирина продолжает Судиться с бывшим мужем Настя поменяла Профессию И строит карьеру За все побои Суд назначил Ее бывшему мужу Штраф 50 тысяч рублей Александр потребовал От МВД 5 миллионов рублей В качестве Возмещения Морального ущерба Ему присудили 100 тысяч Некоторым из наших героин Удалось вырваться Из рук домашних тиранов Но есть те Кто сделать этого не могут Дети Им остается только терпеть И ждать Когда они повзрослеют Однако и женщинам Непросто избежать насилия Над ними издеваются В роддомах Их домогаются на работе И оскорбляют В телевизионных шоу Об этом В следующих сериях Проекта Хватит Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова